Советские люди знали прекрасно, что мы защищаем свое Отечество. Отечество защищаем. Как бы то ни было, мы защитим его. И всегда в разгаре войны всегда говорили, мы победим, мы победим. И действительно мы победили. Субтитры создавал DimaTorzok Деревня, в которой я родился, глухая деревня в оккупации была 6 месяцев. Я в этой деревне вместе с сестрой жил. Пришли наши войска, освободили нас. И майор один, интендант, я писал, посмотрел почерк мой хороший, спрашивает меня, ты пойдешь к нам в тыл? А сестра моя, старшая сестра, бросается ему на плечи, просит, да ему же нет еще 18 лет, зачем вы его берете? Майор говорит, он у нас будет выписывать аттестаты, продовольственные, вещевые, готовить маршевые роты на пополнение 3-го Украинского фронта. И вот я так пошел добровольно, 172-й гвардейский полк. Дошли до Краматорска, город Краматорск. Краматорск был немцем, и немцы поставили туда силу и оккупировали эти места и окружили нас. Бензина не было, нам пришлось сливать с машин, с танков топливо на два танка. Набирали горючего, садились на танки и с оккупации выходили в районе Донца. Подошли к Донцу, надо переправить танк через Донец, где самое мелкое место. И там старик был, который жил на этом, и когда только пошла, первая танк и затонула. Командир полка берет пистолет и стреляет этого старика. Мы заступились за этого старика, он же не виноват. И мы его спасли, не убивали. Это наш русский человек, ну, украинский человек все. И в июле месяце общее наступление пошло наших войск. Наступление на Павлоград, город Изюм, Харьковская область. И в наступление справа стояла танка подбита немецкая. И немцы поставили там пулемет, и мы по пластунски лезли. И они с автомата, то есть с пулемета стреляли прямо по бурьяну. И тот, кто по пластунски лез, тот погиб. А нас инструктировали бежать весь рост. А я вспомнил это, и бежал весь рост. И меня сразу почувствовал правая нога. Тепло стало, подкосилось, я упал. Лежал я где-то до вечера. Вот, я слышу, гомон, кто-то подходит. И вот я автомат на ТОВС, смотрю, женщина с носилками, мужчина подходит. И телега, одна лошадь, там лежат два раненых солдата. И меня ложат, третий все. Сделали мне операцию, разрезали рану, все. Положили в шлюпку, это на Донце было. Переправили на ту сторону, там на той стороне Донца. Там стоял эшелон с крестом. И нас погрузили в этот эшелон и повезли в тыл на лечение. Мы форсировали Дунай вместе с моряками Дунайской военной флотилии. Болотистое место было 18 километров. Появился Жуков, командующий Третьим Украинским фронтом, командовал Толбухин. Толбухин докладывает Жукову, что болото, ни машины не пройдут, ничего. Жуков говорит, моряки, есть, есть моряки. Так, доставить бревна трехметровые, чтобы в течение ночи выложить эти 18 километров, чтобы могла пройти танк. Танк, машины по болоту по этому самому. Но это сделали и ночью мы вошли в город Тульча. Это румынский город, первый город на границе, город Тульча. Освободили мы Тульчу и пошли в район Констанции. В Констанции мы встречаемся с Черноморским флотом и совместно с Черноморским флотом наступаем в город Констанции. Вот так я вступил в Румынию. После Румынии пошел в Венгрию, наступали на Венгрию. Освободили мы Будапешт. Толбухин распоряжается, поставляют походные кухни и стали готовить наши солдаты, повара. Первое, второе, и стали кормить население все. Несмотря, что в нашей стране недостаток продовольствия, полуголодные женщины, дети полуголодные, но они работают все для фронта. Но мы не забываем и людей тех, которые мы освобождили. Таким образом, кормили мы в походной кухне в Вене, в Будапеште, в Вене кормили людей, в основном женщины. Я закончил войну, город Линц. После войны стали срок, у меня не кончился службы, и стали подбирать в Россию. Ну и опросили, кто куда хочет. Я сказал, на Черноморский флот. И меня направили на Черноморский флот в город Балаклава. В Балаклаве там была школа, и я попал в школу, закончил 6 месяцев. И после окончания этой школы я попал на эсминец старшиной команды малозенитной артиллерии. Направили два эсминца на Тихо-Киканский флот. Эсминец безбоязненный, бесшумный. И попал я в Петропавловске. В Петропавловске была 173-я бригада эсминцев. И нас влили туда два эсминца. И так я до 83-го года остался служить в 83-й дивизии на Камчатке. Потом демобилизовался в 83-м году. Я, конечно, был молодой, энергичный. Избрали меня секретарем Совета ветеранов. В то время было 1600 участников Великой Отечественной войны. 2300 человек было Трудового фронта. Я 20 лет командовал этим хозяйством. Везде разъезжал. И в Паратунку, и на ту сторону воинской части я подводником разъезжал. Рассказывали нам. Мы выступали там. Рассказывали с удовольствием. Нас слушали на подводной лодке, на кораблях. Слушали. Молодежь должна вспомнить наше сражение, героизм, который защищали мы нашу родину. У нас была многонациональная семья. Ни в коем случае вы не забывайте наши героические сражения, которые явятся для вас примером. И вы будете продолжать наши идеи. И мы будем победителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok